Всем привет! Меня зовут Дмитрий Иванов, а вы смотрите программу Умные Вещи. Сегодня мы покажем вам новые смартфоны и планшеты, поговорим о 3D-моделировании и послушаем самого Майкла Джексона в его выступлении, состоявшемся буквально несколько дней назад в нашем выпуске. Lumia 630 и 930 яркие смартфоны от Microsoft Mobile Devices. PayPal о покупателях через интернет. Huawei становится еще более стильным с Машей Цыгаль. Daso Systems 3D-технологии на любой вкус. Майкл Джексон живее всех живых, благодаря технологиям. Mario Kart 8. Зажигательные гонки с усатым водопроводчиком. Lumia 630 и Lumia 930. Новые смартфоны представлены малоизвестной компанией Microsoft Mobile Devices, хотя на них все еще красуется логотип Nokia. Компания Microsoft Mobile Devices провела мероприятие, в рамках которого представила в России новые смартфоны на операционной системе Windows Phone 8.1. Мероприятие прошло прямо на набережной Москвы-реки в уютной обстановке. Солнечная погода и яркая одежда промо-персонала радовала. Но главное анонсы. Начались продажи Lumia 630 под управлением Windows Phone 8.1. Новый смартфон оснащен четырехъядерным процессором и экраном диагональю 4,5 дюйма с технологией Clear Black. Важно отметить, что в России будет доступно два варианта новой Lumia с одной и двумя сим-картами. Цены тоже чуть разнятся. Lumia 630 с одной симкой обойдется в 7 990 рублей, а Dual SIM-версия обойдется на 500 рублей дороже. Как и всегда, новые Lumia отличаются яркими цветовыми решениями. По сути, их четыре. Каждый пользователь получает в комплекте сменный корпус черного цвета, но при этом он просто обязан выбрать для себя яркий цвет поликарбоната. Желтый, оранжевый или симпатичный белый. Lumia 630 прекрасно сочетает дизайн и функциональность, а также обновленную OS Windows Phone 8.1. Самое заметное визуальное нововведение новой системы – прозрачные плитки, сквозь которые просвечиваются обои рабочего стола. За производительность отвечает 4-хейдерный процессор Qualcomm Snapdragon 400 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Внутри 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти для медиафайлов. Отметим наличие слота для карт памяти microSD, поддерживающего карточки до 128 ГБ. Батарейка средняя – 1830 мАч. Внутри устройства все главные сервисы и приложения Nokia и Microsoft. Игры Xbox, бесплатная потоковая Mix Radio, приложения Nokia истории, новые пакеты Microsoft Enterprise, Microsoft Office, OneDrive, HearMaps и Drive+. Телефон выглядит здорово и приятно лежит в руке, да и ценник что надо. Он классный, он отличается от других смартфонов. Люди будут спрашивать, что у вас за телефон. Цвета снова яркие, смартфон работает очень быстро. В этой ценовой категории нету телефона, который бы работал так быстро. А главное, вы получите тот функционал и тот опыт, который вам нужен. Но главный анонс Lumia 930 – новый флагманский смартфон, который появится в продаже в июле. Ориентировочная цена – 24 990 рублей. Телефон будет доступен в трех цветах – черный, белый и яркий оранжевый. Приятный бонус получат те, кто сделает предзаказ на сайте – беспроводную зарядную панель DT601. Lumia 930 является флагманским смартфоном на платформе Windows Phone 8.1. Здесь стоит основная камера PureView на 20 Мп с оптикой CASE и технологией записи и воспроизведения звука Rich Recording. Lumia 930 – флагман. У него 20-мегапиксельная камера PureView с оптикой Carl Zeiss, металлический корпус. Этот смартфон черный, но будет яркий оранжевый цвет. Для меня главное нововведение – Windows Phone 8.1. Здесь есть VPN-клиент для корпоративной почты, центр уведомлений. Работа в облаке сильно упростилась. Ну и одна забавная фишка, но мне очень нравится – смотреть сквозь плитки и видеть обои рабочего стола или фотографию семьи. Это очень-очень здорово. Lumia 930 с одной стороны достаточно аскетичен по дизайну, с другой стороны все мощности заключены в приятный и элегантный металлический корпус. В смартфоне стоит дисплей на 5 дюймов с Full HD разрешением и технологией ClearBlack. Внутри четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ для медиафайлов и приложений. Добавьте к этому аккумулятор на 2420 мАч и получите очень яркий и интересный флагман. Компания PayPal обновила логотип, а заодно провела исследование совместно с Data Insight на тему экономики человеческих отношений. Говоря проще, как изменились товарно-денежные отношения благодаря сети интернет. Компания PayPal начала свою деятельность в 1998 году и ведет вперед рынок электронных платежей. Сейчас в сервисе почти 150 миллионов человек, а компания обслуживает счета в 193 странах мира в 26 различных валютах. Ежедневно обрабатывается более 9 миллионов платежей. Недавно компания изменила свой логотип, добавив к нему двухцветные буквы «П». Также было представлено исследование, проведенное совместно с компанией Data Insight. Это подробный анализ привычек российских онлайн-пользователей. Сегодня мир находится на пороге новой эры, где интернет-технологии используются практически во всех видах устройств. Эта новая цифровая реальность меняет установившиеся ранее правила и позволяет раздвинуть границы торговли. В рамках исследования выяснилось, что в России новое потребительское поведение уже начало распространяться и отражаться на жизни рядовых покупателей. Речь идет не об обычной электронной коммерции. Россияне используют интернет не только для заказа товаров, но и для других действий, связанных с покупками, в том числе через мобильные устройства. Например, участвуют в торговле с другими пользователями. Преимущество интернет-торговли заключается в том, что покупки можно совершать в любом месте и в любое время. Две трети опрошенных пользуются для мобильного шопинга своими смартфонами. Забавно то, что 7% опрошенных покупают что-либо через интернет, находясь при этом в магазине обычном. А теперь внимание! Ключевым импульсом, согласно исследованию, при покупке в интернете является вовсе не экономия денег, а экономия времени и более широкий ассортимент. Компания Huawei в последнее время зачастила с анонсами. Недавно они показали новые планшеты Mediapad и смартфон Ascend G6 вместе с российским дизайнером Машей Цыгаль. Мероприятие прошло в столичном баре Joyce, в котором и были показаны новые планшеты и смартфон китайской компании. Смартфон нам уже очень хорошо знаком. Это Huawei Ascend G6. Не очень дорогой, но достаточно мощный, с хорошей фронтальной камерой. Не так давно мы рассказывали об этой новинке подробно. В общем и целом мы продолжаем отзываться о нем очень и очень тепло, вспоминая малыша с ностальгией. Другие две новинки – планшеты компании. Эти устройства нам довелось увидеть во время Mobile World Congress 2014 в Барселоне. Первый планшет Mediapad M1 8.0. Последняя цифра – размер дисплея. 8-дюймовый M1 – это устройство для отдыха и развлечений. Разрешение дисплея 1200 на 800 пикселей, матрица IPS. Здесь стоят два фронтальных динамика и два микрофона. Благодаря этим колонкам он внешне очень напоминает HTC One, который наелся протеинового коктейля и закинулся анаболиками. А еще он принимает SMS и MMS, и по нему можно звонить. Но чур вы этого не слышали. Не судите строго, просто боюсь встретить человека, говорящего по 8-дюймовому планшету. Внутри 4-х ядерный процессор HiSilicon Kirin 910 с частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Батарейка достаточно емкая на 4800 мАч. Планшет Mediapad X1 7.0 – самый тонкий 7-дюймовый планшет. Отличительными особенностями ультра-тонкой новинки являются его толщина и вес. Всего 7,18 мм и 239 граммов соответственно. Экран Mediapad X1 защищен стеклом Gorilla Glass. Это 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек. Планшет оснащен 4-х ядерным процессором нового поколения HiSilicon Kirin 910 с частотой 1,6 ГГц, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения карты microSD до 64 ГБ. Внутри батарея на 5000 мАч. Также отличается камера устройства 13-мегапиксельный сенсор Sony Exmor RBSi. Еще недавно ставился во флагманские смартфоны. Фронтальная камера тоже не подкачала 5 мегапикселей. Новые планшеты и смартфоны Huawei были представлены моделями в ярких нарядах от российского дизайнера Маши Цыгаль, которая показала, как изящно новое устройство китайской компании выглядит в руках утонченных девушек. В одном из прошлых выпусков я рассказывал вам про высадку в Нормандии и 3D-модель, сделанную Das Ossistence для документального фильма об этой операции. Но это далеко не все продукты компании. Компания Das Ossistence – одна из ведущих компаний в области решений для 3D-проектирования и создания виртуальной среды для разработки, производства изделий и сервиса. В кампусе, находящемся буквально в нескольких километрах от Парижа, мы смогли познакомиться не только с плодами работы компании над проектом «Операции в Нормандии». Здесь было представлено достаточно много готовых проектов. Один из ярких проектов вы сможете посмотреть сами на сайте или через приложение на iPad. Это «Париж 3D» – интерактивная история столицы Франции со времен Римской империи и до наших дней. Здесь вы сможете увидеть Лувр в разные эпохи, Термы и, конечно же, Эйфелеву башню. Причем в окне браузера вы можете посмотреть, как Гюстав Эйфель строил свой шедевр поэтапно, а на планшете посмотреть на готовую постройку и увидеть павильоны всемирной выставки. Проект «Париж 3D» постоянно обновляется. В прошлом году Das Ossistence устроили большое представление в центре города, вход на которое был абсолютно бесплатным. Более 50 тысяч жителей и гостей столицы смогли увидеть, как развивался Париж. Причем есть специальный дисплей с тач-панелью, на которой можно посмотреть карту города с отрисованными 3D-объектами. Также в кампусе можно было увидеть другие проекты компании на базе собственной платформы 3D Experience. Например, часы в 3D на специальной панели, на которой 3D видно без очков. Также есть специальная панель, с которой можно взаимодействовать. Надеваешь 3D-очки, берешь специальный стилус в руку, открываешь проект и можешь разобрать его до винтика. Тут можно было разобрать десантный катер LCVP или специальное кресло для космического корабля. Также тут было представлено интересное решение для автосалонов. Модель автомобиля, на которую накладываются различные цвета, ставятся разные колесные диски. В том числе можно посмотреть автомобиль внутри и аэродинамические потоки с двух различных ракурсов. Все просто – веб-камеры и пара компьютеров со специальным программным обеспечением. Но наиболее интересным оказался симулятор рулежки на авианосце с помощью Microsoft Kinect. Несколько движений рук, отвечающих за повороты движения и остановку самолета. Цель – вырулить самолет на специальную полосу для подготовки к взлету. Очень интересное приложение для обучения специалистов, в котором оценивается время выполнения задачи. Также компания не раз участвовала в создании документальных фильмов. Первый их проект был посвящен пирамиде Хеопса и исследованию профессора Гудена. Также они исследовали другие пирамиды, построив их трехмерные модели. Один из новых проектов – проект «Айсберг», который описал в 1975 году Жорж Мужен. Суть – буксировка крупных ледников на материке и дальнейшая их разморозка на территории стран, нуждающихся в пресной воде. Майкл Джексон выпустил новый альбом «Икскейп» спустя два года после смерти. А еще Майкл Джексон недавно выступил живьем на церемонии награждения журнала «Билборд». Без высоких технологий не обошлось. В начале мая вышел новый альбом Майкла Джексона «Икскейп», синглы с которого уже облетели весь земной шар. Совсем недавно состоялась церемония награждения Billboard Awards, на которой поп-король в буквальном смысле воскрес и исполнил песню «Slave to the rhythm» «Живьем». Фирменные вокалы движения Майкла, чумовая подтанцовка и, конечно же, лунная походка – все это результат кропотливой работы многих людей. В создании этого номера приняли участие сразу несколько голографических компаний. Майкл Джексон Майкл Джексон не первый воскрешенный артист. В 2012 году в рамках фестиваля Coachella на сцену вышел Тупак Шакур, который исполнил несколько своих хитов, причем пару треков он спел «Рука об руку» со вполне себе материальным Snoop Dogg. Рекомендуем также ознакомиться не с воскресшими звездами голографической сцены. Здесь уже есть и своя суперзвезда Хатсуна Мико – вокалоид из Кореи, исполняющая кей-поп. Постоянное шоу голографической звезды проходит в Сеуле. Игр об усатом водопроводчике сделано немало. В основном это платформеры, но встречаются и другие жанры. Например, Mario Kart 8 – это аркадные гонки, посвященные Марио и другим персонажам популярной игровой вселенной. В начале каждого заезда вас попросят выбрать персонажа и собрать карт из трех деталей – кузова, шин и планера. Кроме чисто эстетического момента, у каждой запчасти есть свои показатели. Например, мотоцикл – самый подвижный вид транспорта, но с ним можно легко вылететь на обочину. Кузов легкового автомобиля имеет лучшую проходимость, но медленнее развивает скорость. С увеличенными покрышками ваш карт будет ехать быстрее, а вездеходные шины позволяют легче проезжать сквозь траву и песок. Парашют вместо крыльев снижает общий вес конструкции. Комбинируя эти элементы, можно создать карт нужной вам конфигурации, нивелируя слабые стороны каждой отдельной детали. Но для начала их надо открыть, собирая монеты и побеждая в соревнованиях. Как и в прошлых играх серии, в Mario Kart 8 имеется три уровня сложности. Чем выше сложность, тем больше объем двигателя у картов и, соответственно, скорость игры. Выбирая 50 кубических сантиметров, вы вряд ли почувствуете какой-то вызов, но сможете понять общие принципы игрового процесса и открыть большое количество деталей для карта. 100 кубических сантиметров считается нормальной сложностью, где можно прочувствовать адреналин от гонок и соперничество с другими гонщиками. 150 кубических сантиметров рассчитаны на хардкорных фанатов серии, которые готовы к издевательствам искусственного интеллекта и крайне высокой скорости, требующей предельной концентрации и хорошего знания трасс. Всего в игре 8 кубков. Следуя традициям серии, первая половина соревнований проходит на абсолютно новых трассах, а вторая на переделанных под свежую механику локаций из прошлых частей, начиная от SNES и заканчивая Nintendo 3DS. В новом Mario Kart вас ждет новый дизайн треков, который максимально сильно использует третье измерение. Появились антигравитационные установки, которые активируются по прохождению через специальную панель, что позволяет картам двигаться по стенам и потолку. Разработчики из Nintendo пытаются всячески продемонстрировать красоты дизайна и структуры уровней, используя все возможности игры, включая подводные и летательные секции, которые появились в серии в 2011 году. Основная механика, как и прежде, базируется на технике дрифтового ускорения. Входя в поворот с помощью дрифта и подруливая, вы накапливаете нитро, который можно активировать по усмотрению, чтобы вырваться вперед. Кроме этого, сбор монеток и вовремя исполненные прыжки с трамплинов дают дополнительное ускорение. Специальные пауэрапы все так же выпадают из стеклянных кубов и позволяют быстро изменить обстановку на трассе. Чем сильнее вы отстаете, тем больше шансов получить мощный предмет, вроде ракеты или синего панциря. В игру также были добавлены трехразовый бумеранг и плотоядное растение в горшке, которое поедает всех вокруг вас и дает бонусное ускорение. Графическая игра выглядит здорово. Сумасшедший дизайн уровней с яркими красками подчеркивает отличная работа с освещением и хорошие модели. Система повторов по умолчанию показывает несколько самых эффектных моментов гонки, где вы увидите множество мелких деталей, вроде пролетающих над головами гонщиков птиц или эмоций других игроков, которые можно не заметить во время быстрой езды. Музыка хорошо сочетается с внешним видом и выполнена в классическом для серии стиле. На протяжении игры вы будете слушать всевозможные миксы из рок-композиции с элементами мелодий из Марио-платформеров. Марио Карт 8 отличается простой, но проработанной механикой и действительно интересным дизайном трасс. Игра не привносит серьезных инноваций, но продолжает развивать старые идеи со всеми своими достоинствами и недостатками. Это определенно лучшая часть серии и показательный пример увлекательной аркады и гонки. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Умные вещи». Меня зовут Дмитрий Иванов. Подписывайтесь на мой твиттер и инстаграм. Увидимся совсем скоро. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова